Ну что, ребят, добро пожаловать на третий этап формулы 1 на гран-при Китая. Ну что ж, в Китае, в принципе, у нас было не все так уж и плохо, как в Бахрейне. Тут у нас даже был какой-то темп, более-менее. То есть, чтобы вы понимали, в квалификационном темпе я занял третье место предварительно в квалификации. Но, к сожалению, во втором сегменте в реальной квалификации я отвалился с 14-го места. Надеюсь, я хотя бы выйду с 11-го. Но не срослось, к сожалению. Ну что ж, Шанхай, та трасса, где, собственно, началось наше доминирование за Вильямс. Когда в Бахрейне мы также провалились, заняли там 100-е место. За Сирокин тоже где-то даже в нячку в зону финишировал. В Китае был все печальнее еще в тренировке. Ничего не получалось, в квалификации вылетел в первом же сегменте. Но в гонке с 20-го места я приехал на первое. Что ж, посмотрим, смогу ли я здесь, знаете, либо хорошие места. Потому что, в принципе, у нас есть для этого все шансы. Потому что, опять же, лидеры будут на двух пидстопах. Потому что здесь идет довольно немало износ покрышек из-за неровной поверхности трассы. Сартовая шутка у нас. Первый Себастьян Феттель, второй Макс Ферстаппин, третий Даниэль Рикярда, четвертый Вальтер Риботтес, пятый Льюис Хэмптон, шестой Никок, Хьюз Мерк, седьмой Чака Перес, восьмой Карл Сайенс, девятый Лэн Стролл, десятый Сергей Сироткин. Собственно, если, во-первых, в двух этапах игра еще более-менее нормально симулировала, и Вильямсы были в топе, то, когда я вылетаю из второго сегмента, то игра не симулирует нормально, и по итогу мы имеем то, что Вильямсы девятое-десятое место занимают, и впереди них, якобы, еще и Рено почему-то. Хотя Рено не еду даже и близко с Вильямсами. Ну ладно, стратегия у нас простая, один пид-стоп, ну и за счет этой рабочей, так сказать, стратегии, которую мы выигрывали в первом сезоне до Вильямс, будем работать. Ну и, ребят, переходим к самому старту. И гаснут огни, я кое-как срываюсь с места, проваливаю старт снова, тут же от меня все отрываются, тут же меня пытается обойти Маггинсон с гражданом, у них это получается, но во-первых, улитку я вхожу впереди них все-таки, получаю небольшое предупреждение за контакт, и также по внешней траектории начинаю потихоньку всех обходить. Обошел Акона и Леклера, по крайней мере, Леклера мне удалось обойти Акона не до конца. Старт с этого камеры, вот, собственно, мой провальный, так сказать, старт, позади меня сразу же налево ушел Хас, чтобы меня опередить, но вот опережение у них не вышло окончательное. Собственно, как обычно, в улитке по внешней траектории, за счет того, что все слишком дружбу замедляют, также впереди была борьба между Мерседесом и двумя Рэдбулами, ну, вернусь к мысли, то, что мне удалось пройти, как обычно, правда, только два болида в прошлом издоне так удалось чуть ли не полпилотона обойти. Собственно, та самая борьба между Мерседесами и Рэдбулами, которая закончилась победой для Вальдри Боттса над двумя Рэдбулами, которые не смогли его все-таки осилить. Ну, посмотрим, как Мерседес, кстати, выступит на этом этапе, потому что, опять же, два последних этапа у Мерседеса были просто плачевные, мягко говоря. Прошел я Конот, но из-за этого борьбы мы слишком сильно отстали от предыдущей группы. Ну, а за счет того, что они оттормаживаются намного сильнее, чем я, потому что у меня было здесь пространство, я все-таки догоняю их и на позднем таком торможении обгоняю еще Рэдбулами. Потом Строл вместе с Сайенсом боролись друг между другом, и по итогу я из-за них немного встрял, немного застрял за ними, из-за этого мне пришлось выехать на траву, чтобы оттормозиться нормально, и по итогу у меня тут же таковало Рэдбулами. Но вот на прямой, кстати, у нас была скорость, что интересно. То есть, по крайней мере, уже проявляется то, что модификации были привезены не зря. И мы начинаем какую-то иметь скорость на прямой. С Сайенсом все получилось у меня уже пройти его в самой улитке, без каких-либо проблем, по внутренней части траектории, просто по максимуму прям вдоль поребрика ехал. Но, к сожалению, да, у нас пришел контакт, Сайенс просто взял меня, повернул, когда я был все-таки на траектории этакой. Потом с Сайенсом уже схлестнулся Райкнин. У Райкнина не все так просто получилось с Сайенсом, после шпильки тут же не смог его обойти окончательно, и по итогу они начали ехать бок о бок, друг друга еще заблокировали, по итогу вышли очень медленно, и это дало мне возможность отъехать от них, пока у них шла ожесточенная такая борьба, которая у них закончилась, кстати, в улитке, опять же, Райкнин без каких-либо проблем прошел там Сайенса. И самое интересное, что Сайенс был на ультрасофте, и даже это ему не помогло выиграть как-то по отношению к Киме. Также полным ходом шла борьба у нас в лидирующей группе, где у нас прорвались Вилимсы, уже доехав до Хэмильтона, то есть уже до пятой позиции, они начали его пытаться проходить. По второй части у Райкнина внешней территории, конечно, пытался его пройти Сироткин, но, к сожалению, ему не удалось пойти Хэмильтона, но уже за счет слепстрима он без каких-либо проблем прошел его еще до четвертого поворота, и, соответственно, залил пятую позицию. Также уже и Стролл начал атаковать также Хэмильтона. В какое-то время я догнал группу впереди все идущих из двух болидов в виде Хюльтюмерка и Переса, которые замедляли друг друга посредством байбы, опять же, в основном, видно было двух Вилимсов и также Мерседес. Собственно, Хюльтюмерка и Перес отставали от этой группы, поскольку они боролись между собой, ну и темп не позволял просто банально удержаться за Вилимсами, и из-за этого они теряли время. К ним присоединился еще я, поэтому тоже начал потихоньку терять время, потому что они очень медленно проходили повороты, из-за того, что ехали бок о бок, из-за чего ко мне уже начал поезжать, конечно, Райканен, но я уже думал, где обойти мне эту сладкую парочку, но ничего такого мне не приходило, потому что все-таки скорость в поворотах у них побольше будет за счет ультрасофта, а также выход из поворота у них будет лучше за счет ультрасофта. Ну и, соответственно, у меня не было никаких шансов вот прям на выходе из поворота их обогнать, только если уж прям на торможении. За счет чего я, в принципе, держался за ними, и вот так вот проезжал, в принципе, круг где-то за ним проехал. С Пересом я уже решил разобраться в воскросновом левом повороте, догнал его в правом, тут же поравнялся с ним, и уже по внешней траектории его обошел, когда поворот пошел уже опять же в левую сторону и в мою пользу. Соответственно, с Пересом мы разобрались, оставили его на съедение Райклина, ну и впереди был уже Хюркенберг. Самое главное напрямую мне было бы получить еще и ДРС, потому что если я не получил бы, Перес бы тут же на меня смог наброситься, и, соответственно, начал бы атаковать. Ну, конечно, он ты без этого сможешь делать, потому что у него все-таки мотор Мерседеса, и слепстрим будет получше, чем у меня, по отношению к Хюркенбергу. Но все же напрямую у меня была очень хорошая скорость, в принципе, не как увидимся, конечно, потому что разница была где-то в километрах в 10 по итогу, без ДРС именно, но все же какая-то скорость была. По крайней мере, Перес меня не смог даже догнать так быстро. С Хюркенбергом я разобрался, ну и на шестом круге, к концу этого круга, точнее, лидеры уже окончательно пошли все на пидстоп. Соответственно, я вышел на первую позицию, а Райклина на вторую позицию. Потом момент в том, что вот Фетель прорвался позади Пелотона, и у него была стычка с Ван Дорном, в которой было видно, что под конец прямой Фетель не мог обойти Ван Дорна без слепстрима вообще. Ван Дорн даже начал по миллиметрам оторваться от него. Но, конечно, да, все-таки Феррари есть Феррари, и по итогу Фетель его обошел. Потом также вотогнала группа из двух Вильямсов и Рэдбула, и, собственно, Вильямсы тут же начали уже прескать Рэдбул. В принципе, у Сироткина все вышло удачно, но в последней порте он спокойно обошел Рэдбул, ну а Астрол уже обошел его, к сожалению, только обратной прямой. То есть большую часть трассы он ехал просто за ним, но, в принципе, и за счет этого они догнали еще предыдущего горожана, которого тут же обошли вдвоем, и причем Рэдбул уменьшится поезет, поскольку горожан оказался по серии, и он заблокировал все колеса. И также у нас потом сходит Гасли на Тророса, и за счет этого у нас приезжает виртуальная машина безопасности. И именно на этом кругу я делаю пидстоп. По итогу я выигрываю немало времени за счет виртуальной машины безопасности, и из-за этого, соответственно, никто не может ехать на полную. Соответственно, машина безопасности у нас виртуально уходит на моем пидстопе, уже в середине его. Конечно, да, было бы хорошо, если бы она ушла в пидстоп, я выехал, но все равно я выиграл немало времени за счет этого, и выезжаю после своего пидстопа на третьем месте, что, в принципе, для меня очень хорошо. У нас один пидстоп рассчитан, а у лидеров, наоборот, на два пидстопа. Соответственно, я в этой ситуации выхожу победителем, потому что у меня будет большой еще задел до лидирующей группы. Окей, переходим к Райклину, который прорывается через Мерседесы, и Мерседесы как-то опять едут очень и очень погано, потому что, ну, в Феррари их спокойно обходят. Ну и, в принципе, по развитию было видно то, что Мерседесы как-то в зигитель забили, по итогу у них сейчас он в середине пелотона, но из-за этого у них где-то такой прям хорошей скорости порой. Ну и возвращаемся к борьбе лидеров. Строл прошел Райклина и вышел на второе место. По поводу отрыва до строла вы увидите чуть позже, а так у нас сейчас идет захватывающая борьба двух Феррари. Сначала Феттель обошел Райклина, потом Райклина перед самой улиткой обошел спокойно Феттель, ну, а потом начался трэш, как обычно. Феттель обходит сначала Райклина напрямую, ну, блокируется колеса, из-за чего тормозить слишком Райклина и они начинают ехать бок о бок, еще у них небольшой контакт был. И в последнем повороте Феттель вновь блокируется передние колеса, из-за чего Райклина уходит чуть шире, ну, из-за того, что, как обычно, бот вылетает чуть шире, он тормозит и ждет, пока пройдут все. Из-за чего его прошли еще Рэдбул и Заубер, в котором Рэдбул спокойно разобрался на обратной прямой, и, соответственно, через несколько кругов уже Рэдбул начал разбираться с Феттелем, у которого не было нормальных покрышек, потому что он просто их, по сути, сточил. Конечно же, Рэдбул обошел сначала Феттель, но совершил ошибку в шпильке, из-за чего они поравнялись на выходе, но все-таки чуть побыстрее разогнался Рэдбул и спокойно занял свою третью позицию. По итогу Феррари просто просрали вот хорошие позиции. Собственно, теперь перед вами разрыв был между мной и Стролом, когда он обошел Райклина. Собственно, он составлял 13 секунд, и, соответственно, кругов у нас основалось 8, и, в принципе, Велим смог меня догнать, если я где-то сделал ошибку какую-то, потому что он снимал где-то по секунде с круга. Но мне повезло то, что вот именно по секунде он снимал не более. По итогу в Китае мы выигрываем гонку. Первое место в первом же сезоне за Макларм. В принципе, это очень хороший результат для нас, то есть уже видно то, что модификации работают, у нас есть какая-то скорость на прямой, теперь нам надо ее улучшить по максимуму, еще нарастить скорость в поворотах, и мы будем уже еще лучше, чем Велимсы. Но, в принципе, это победа, вот, так сказать, начал нашего пути. Конечно, да, я не думаю то, что мы сможем выиграть в первом же сезоне титул, поскольку Велимсы все-таки быстрее будут у нас на многих трассах скоростных. Да, мы будем быстро, конечно, развиваться, я думаю, уже где-то еще до середины сезона мы по максимуму разовьем снижение лбового сопротивления, но все-таки до Велимсы нам далеко, и Велимсу тоже есть модификации, которые они могут исследовать. Конечно, результат, мы прорвались аж с 14-го места. В прошлом сезоне это было с 20-го, конечно, но тут на Макларме, который по характеристикам является средним болидом, мы выигрываем гонку. Это просто замечательно. Других слов нет. Да, конечно, тут можно сказать одно, то, что мне дико повезло с виртуальной машиной безопасности. Если бы не она, скорее всего, я бы приехал где-то на 4-ом, может, на 5-ом месте, потому что с помощью нее я сэкономил много времени, плюс лидеры потеряли немало времени в борьбе с пелотоном, когда прорвались под своего питстопа. По поводу соперничества, соперник у нас Science, и кроме него нельзя вонико почему-то другого выбрать, но окей, хоть кого-то взять, чтобы был хоть и шанс заработать лишние очки. Модификации. Продолжаем модифицировать лобовое сопротивление. Берем последнюю уже значительную деталь, и остается одна глобальная деталь на снижение лобового сопротивления. Собственно, на этом, ребят, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok